все прохождение границы заняло нас 12 часов не знаю мне кажется как-то медленно пропускали российские пограничники как то то есть например вчера до 12 вечера можно гораздо быстрее было проехать после 12 вечера как-то или машин много приехала либо они стали хуже работать медленней если мы разбираем мобилизацию то по возрасту в мои знакомые как бы не подходит но по крайней мере по ту мобилизацию которая идет сейчас мы не знаем что будет дальше естественно но на данный момент не очень много людей видимо хотят выехать за границу складывается такой ну сумбур очень много машин там я так понимаю я просто приехал в 5 утра примерно там двух километров и попала сейчас я так понимаю там 8 не знаю даже сколько не смотрел но очень много людей а проходимость медленно по партию мобилизацию из ах one of the reasons why i'm here Это очень плохая степь, и кажется, что это может привести к большинству проблем, к большинству русскими гражданами. Я уверен, что я не верю, что следующий степь будет мобилизация. Мобилизация была неизбежна, потому что не хватало людских ресурсов. Меня это не беспокоит, потому что мне уже 59 лет, и мой сын живет за границей. Ну, все в принципе. Информация о неком ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется. Поэтому здесь нужно очень, скажем так, внимательно относиться к тому, чтобы не становиться жертвами просто лживой информации на этот счет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!